Здравствуйте! Сегодня представить себе любой модельный ряд автомобильной компании без кроссовера практически невозможно. Даже фирмы, которые испокон века исповедуют внедорожную религию и поклоняются внедорожному богу, вынуждены разбавлять модельный ряд настоящих проходимцев кроссоверами. Не минула чаша сия и американского производителя внедорожников компанию Jeep. Кстати, именно только эта фирма может именовать свои модели этим именем. И, как вы уже, наверное, догадались, в программе наши тесты мы сегодня поговорим об американском паркетнике вот этой компании Jeep Compass. Кстати, именно Compass, а не Compass. Это как в песне мы говорим не ветры, а ветра мы говорим не Compass, а Compass. Впрочем, этот автомобиль никакого отношения к морю или к океану, естественно, не имеет. Его удел это городские джунгли. Как вы, наверное, уже успели заметить, автомобиль по сравнению со своим предшественником, который начал выпускаться в 2006 году, изменился довольно сильно, особенно что касается его лицевой части. Впрочем, не будем забегать вперед, а лучше обернемся назад и посмотрим на историю этой машины. Jeep Compass впервые появился за 4 года до его производства. Мировая премьера, правда, только в версии концепта, состоялась в январе 2002 года на автошоу в Детройте. Та машина имела трехдверный кузов, полный привод и большой, типично американский мотор V6 объемом 3,7 литра. Серийная версия дебютировала через 4 года, в январе 2006, также на автошоу в Детройте, а первый серийный экземпляр выехал из ворот завода лишь в мае. Кстати, строился тот кроссовер на платформе Mitsubishi. Компания Chrysler когда-то очень серьезно сотрудничала с японцами, но теперь американцы будут использовать базы европейского производителя Fiat. Так вот, называлась эта платформа Mitsubishi GS. У Chrysler, правда, она именовалась иначе. Chrysler PMMK. Что касается внешности, то назвать автомобиль красивым язык как-то не поворачивается, несмотря на то, что передняя часть кроссовера позаимствовала черты знаменитого CJ. После глубокого рестайлинга передняя часть автомобиля стала очень похожа на флагманский Grand Cherokee. Поработали инженеры и над подвеской. По утверждению американцев, она теперь, управляемость этого автомобиля гораздо выше. Под капотом появились новые силовые агрегаты. Правда, на российский рынок поставляется машина лишь в одной топовой версии, оснащенной атмосферником, объемом 2,4 литра, 170-сильным мотором, который агрегатирован с бесступенчатым вариатором и полноприводной трансмиссией Freedom Drive 2 Offroad. Еще одна интересная деталь. По традиции фирмы Jeep, настоящие проходимцы, настоящие внедорожники имеют надпись на крыле с названием компании. Здесь расположено всего лишь четыре буквы. А вот кроссоверы, то есть фирма автомобиля, которые позиционируют как кроссовер, имеют на бортах имя собственное. Мы его видим и здесь. Оно, кстати, тоже появилось с 2011 года. Но прежде чем завести этот автомобиль, я думаю, стоит осмотреться в салоне. Первое, на что обращаешь внимание, это до неузнаваемости действительно изменившийся салон. Пластик, кстати, он остался таким же дубовым и твердым, но это тоже в американской традиции. Но посмотрите, насколько интересны такие мужественные обводы этого автомобиля. Приборы, пусть они типичные, крайслеровские, но сам автомобиль настраивает на такой серьезный лад. Это не какая-то погремушка, это не игрушка. Ты чувствуешь за рулем этой машины себя, наверное, приблизительно так же, как чувствует себя за рулем автомобиля владелец Гранд Чироки. Теперь об эргономике водительского места. Начну с руля. Посмотрите, какой он толстенький, обшит, кстати, очень качественной кожей. Руки по нему не будут скользить, при том, что он не имеет никаких приливов, он совершенно ровный, но, на мой взгляд, именно такой руль и нужен подобному автомобилю. Единственный минус, причем очень большой минус, это то, что, опять же, старой американской традиции рулевое колесо можно отрегулировать лишь по углу наклона. Теперь о сидении. Отрегулировать его можно во множестве направления. И очень важный, на мой взгляд, момент, что двигается оно не только вперед-назад, вверх и вниз. Есть еще регулировка самой подушки сидения по углу наклона. Как я уже говорил, мы имеем дело с городским паркетником, поэтому я сейчас сяду сам за собой, чтобы посмотреть, насколько удобно сидеть на задних сидениях, ведь это довольно компактная и небольшая машина. Кстати, сказав про пятую дверь, я могу еще заметить. Сам проем дверной, несмотря на то, что дверь довольно массивна, он узковатый. Этот автомобиль все-таки рассчитан на четверых взрослых и одного ребенка, сидящего в кресле. Здесь есть третий ремень безопасности, но, обратите внимание, очень большой тоннель. И, соответственно, здесь сильно выпирающий подлокотник передних сидений и плюс расположены еще подстаканники. Так вот, расположиться здесь с комфортом в пятером, наверное, нельзя. И, наконец, последнее, но не крайнее. Это багажник. Чтобы к нему подлезть, необходимо обратить внимание, просто вот сдвинуть рамку номера. Он здесь, видите, даже просто не закреплен. И только после этого открыть багажник. Ну, худо-бедно мы его открыли. Кстати, погрузочная высота вполне на уровне. И мне кажется, что вот эта вот пластиковая накладка убережет бампер от многих проблем. Джип-компас. Количество цилиндров 4. Объем силового агрегата 2360 кубических сантиметров. Мощность 170 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту. Максимальная скорость 187 километров в час. Разгон до первой сотни 10,7 секунды. Итак, джип-компас. Большому сожалению, очень большому сожалению, вся мощность 170-сильного силового агрегата уходит куда-то в пустоту. И дело тут, скорее всего, в несогласованности с бесступенчатым вариатором. Посмотрите, как двигается этот автомобиль. Я вроде бы нажимаю на педаль газа. Я слышу, да и вы слышите вместе со мной, как загудел двигатель. Потом вдруг такое ощущение, что стрелка тахометра живет вообще самостоятельной жизнью. Скидывается стрелка тахометра где-нибудь до 3-3,5 тысяч оборотов. При этом скорость не растет. Потом наступает какой-то момент, автомобиль подпрыгивает и начинает какое-то ускорение. В повороты автомобиль заходит с существенными кренами. И это тоже напрягает. Реакции на руль заторможенные, они замедленные. Вы сначала, особенно на высокой скорости, вы поворачиваете руль, предположим. А машина продолжает прямолинейное движение. Но это тоже, по крайней мере, странно. Попав на бездорожье, джип-компас преображается. Ну, что мне хочется сказать. Нам поставляется действительно автомобиль с лишними двумя сантиметрами клиренса. Вот смотрите, мы сейчас штурмуем грязь. Казалось бы, это же обычный, компактный городской кроссовер. Ему не нужно иметь какую-то особую геометрическую проходимость. Но вот, смотрите, глубокая яма. И машина уверенно продолжает движение вперед. Добавлю к этому, что можно заблокировать муфту. И тогда это придаст вам еще больше уверенности. Большие хода подвески также здесь спасают. Ну и самое главное, в общем-то, это, к сожалению, а может быть и к счастью, особенность всех внедорожников, вот это вот пустое рулевое колесо, которым не хочется совершенно активно вращать, находясь на трассе. Здесь оно на самом деле именно кстати. И вот здесь вот эти большие хода, то есть отсутствие четкой около нулевой зоны, они помогают управлять автомобилем. Ведь всем известно, что двигаясь даже по грейдеру, вы используете поисковое руление. И, в общем-то, это выводит машину на некий иной уровень и ставит ее, может быть, чуть выше, чем ее одноклассники и основные конкуренты. И мне, если честно, это понравилось. Я еще раз повторюсь, лишние 2 см клиренса, довольно мощный 170-сильный силовой агрегат и очень хорошо настроенное именно на внедорожную езду рулевое управление. Это огромные плюсы. Ну что ж, я могу сказать одно. Покупая подобный автомобиль, вы, во-первых, приобретаете сразу 4 компаса. Компас-автомобиль, компас или компас, который расположен у вас на панели приборов, и целых 2 компаса, расположенных на тачскриновском дисплее навигационной системы. Ну, это шутки. А на самом деле, я могу сказать, что цена мне показалась на эту машину несколько завышенной. Ведь по своим потребительским набору, вернее, своих потребительских качеств, эта машина, ну, не совсем отвечает современным требованиям. И, как мне кажется, у нее достаточное количество конкурентов, которые предлагают систему полноценного полного привода, в общем-то, и большего комфорта. И в этом они, естественно, выигрывают. А в остальном я могу, в общем-то, констатировать тот факт, что автомобиль, к сожалению, претерпел больше фейслифтинг, чем рестайлинг. Или какую-то глубокую модернизацию. Впрочем, придираться к модели, которая появилась в 2006 году, 6 лет назад, сильно, я думаю, не стоит. Ведь построена она была на уже устаревшей платформе от Mitsubishi. Ну, а если учесть активное сотрудничество концерна итальянского концерна Fiat и американского Chrysler, куда входит, собственно, компания Jeep, я думаю, вскоре мы будем лицезреть совершенно новые, более современные автомобили, а не перелицованные старые. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!